У нас тут в очередных лучших реплеях очень грамотная каточка от Цитрамона на КПЗ-70. Не первый раз он попадает уже в реплей, каточки присылает хорошие, так что давайте смотреть. Шестой уровень с пятерками попал, ну и бой полноценный 15 на 15. Сразу же сходу прям летит вперед по мосту. В принципе хороший поджим, но единственное там как обычно, если союзники не прикрывают, а ты туда приезжаешь один и противники туда тоже приезжают, то обычно уже оттуда конечно не выбраться, в этом есть маленький нюанс. Но в принципе в начале падает максимально сейвого, аккуратно, именно съезжает сначала вот сюда и потом уже от рельефа начинает чекать, что там не приехала ли толпа в ответ. В общем-то все делает грамотно, а если не видишь, что сюда кто-то поджался, начинает уже прожимать дальше это направление, потому что приехать и просто здесь стоять какой смысл? Возможно здесь вообще никого нету, поэтому это всегда такая игра на прощупывание противника. Пока нет засветов, пока непонятно где они, тебе приходится самому вот таким образом рисковать. Но в целом против пятерок играет агрессивно, красавчик делает все правильно. Далее, ну тут уже проезжать конечно по низу, причем опять же, вот именно грамотный проезд максимально сейвовый, по низу выезжаешь уже в самом вот здесь конце и частенько бывают здесь какие-то ИТ-шки зазевавшиеся появляются, точнее не появляются, они здесь стоят и кого-то ждут, а ты такой выныриваешь и иди сюда. Там, кстати, 80-ка с левой стороны, пока он ее не видит, вот ей бы сейчас закинуть в спину, вот он как раз сейчас увидел, но здесь вообще никого, да, оказывается направление абсолютно пустое, есть противники только на А-линии. Ну и здесь 80-ки летит, очень жесткий кумуль сразу же с пожаром, догорит, нет? Нет, не догорел, остается немного ХП, но тут либо добивать, либо союзникам оставить уже, решает союзникам оставить полторы тысячи, просто с одного выстрела залетает, красота. А в это время там даже пытаются уже с базу брать, а вот тут высвечивается зазевавшаяся БМП, вроде бы не АФК должна быть, но стоит на месте, на базе. Нет, она видимо не АФК, она просто здесь немножко задержалась неудачно, но тут уже ангар ее ждет абсолютно точно. Машинка танкует, хотя нет, судя по всему, да, просто стоит на месте, пулеметика не хватает даже в спину пробивать БМП. Ну и еще фражик, точнее не еще, а первый, да, это первый фраг в копилку. Далее надо лететь, там вроде бы противники прям базу что ли решили брать, куча еще на линии А, и нужно к ним заезжать в спину. Ну вот в таких заездах есть один маленький нюанс. Бывает, что ты такой в спину к ним летишь, один, а там три противника, скажем, даже много не надо, три противника разворачиваются и принимают тебя здесь. Это тоже нужно учитывать, когда вот так поджимаете в спину. Но счет 12-12, пока нет какого-то большого перевеса, в принципе все происходит аккуратненько, равномерно, постепенно, то что и надо для ОБТ. В общем-то у него, судя по всему, получится сейчас заехать, надо торопиться. У него, кстати говоря, по-моему, он с пулемета еще не переключился обратно на орудие. Высвечивается, а вот он переключился. Высвечивается БМД, который тут за камешком кого-то ждет, кого-то высвечивать пытается. А тут, здрасте, 1200 кумулен тебе, привет. Ну и тут уже шансов нет. Вот БМД, кстати, с пулемета летит. Неужели БМП настолько крепче, что он даже в корму пулеметом не пробивался, а БМД без проблем везде пробивается. Мне кажется, они там одинаково картонные. Цэшка увидела движение это и начинает тоже уже убегать. Ну вот тут, конечно, то ли выстрел залетел, то ли нет. А, здесь еще оказывается Сушка стоит. Ох, горд бы не подставить сейчас под таким углом-то. Кидает дымы, все правильно. Сразу же еще из пулемета умудряется гранатометчиков отстрелить, которые издалека стреляли. А здесь засада небольшая, да, надо аккуратнее. Ну, надо добивать СУ-152, десант и потом лететь за Цэшкой. Да, УСУ как-то не очень-то получается здесь принимать, делать какую-то засаду. Но тем временем счет 6-9. Цэшка отстрелялась, попыталась продамажить его. Гранатометчики быстренько отправляются с пулемета. И теперь уже Цэшка, судя по всему, не убежит. Причем Цэшка еще и горит. От кого она успела подгореть? Успеет ее забрать? Или союзники доберут? Бээээм Есть, отлично, выстрел, еще один фраг Четвертый, 6-8, надо торопиться Потому что тут неумолимо Союзники начинают ливать, уже 5-8, но противников Еще много, и ОБТ, и всяких ИТшек, и, в общем, куча всего А союзники так подрастянулись, очень Неприятно, кстати, одни там, другие Там, и он тут один Опять же, но тут приезжает К нему уже компания, в виде Чифа 900-го Выстрел залетает, хотя, опять А, он перешел на бронебойки вовремя, потому что в ЧИФы, конечно, кумулятивные снаряды будут очень плохо идти. Откатывается назад, понимая, что он там может быть не один. Тут пролетает мимо АМХ, отлично, подставляется под кумулятивный снаряд еще на 1200. Но он с Афелией, так что еще нужно будет пару выстрелов. Вот здесь, конечно, он вроде бы грамотно и хорошо принимает, но могут подъехать сзади, как раз и сзади 72-ка высвечивается. Нужно торопиться, выбирает кого, выбирает продамажить АМХ. Но назад не нужно сдавать, сзади засада, хотя если на балкончик сейчас успеет уйти, будет офигенно. И это получается сделать отлично, там союзники как раз прикроют, по спине 72-ки должны отработать. Можно будет забирать еще АМХ. Да, отлично, залетает еще выстрелы в него, откатывается назад и ушел от такого просто окружения четкого, которое практически должно было его похоронить. 72-ка еще живая, начинает подкатывать, там вдалеке Чиф. Судя по всему, тоже будет отсюда ломиться. Ну, сзади по балкону, по идее, к нему не должны уже подъехать. 72-ка упорно пыталась подняться, все-таки в него пострелять и все-таки забирают. Там, кстати, уже к Руйкету союзному приехала Меркова развлекать его, нужно забирать быстро этого Чифа. Отлично, просто красиво развалил и там, и ушел от засады. Там, правда, Меркова уже забрала до союзного Руйкета. И в итоге, что остается? 3-2 счет, остается Меркова практически фуловая Ирка, которая уже получила там, у нее остается немного прочности. Ну и в целом тут выбор очевиден. Нужно лететь за Мерковой, да, Ирку уже забирают. ERC, так что остается Меркова, которая как раз сама к нему едет. Нужно давать быстро наверняка. Бронебойные снаряды, все четко. Очень грамотно, быстро, вовремя переключается между кумулями и бронебойками. Башня вот так, если что, у него сейчас не повернута. Это в реплеях так всегда отображается, когда ты смотришь в другую сторону. Выстрел еще один, наверняка. Отлично. Меркова его начинает клинчевать. Вопрос только, что она будет делать в этом клинче, непонятно. Ну, и он, возможно, не пробьет ВЛД. Но, тем не менее, и у Мерковы в реализации его барабана будет ноль. Здесь нужно было, конечно, Меркове крутить и воспользоваться барабаном. Потому что перезарядка долгая. Ну, тут он еще подставляет борт. Шикарно, просто, налегке разбирает Меркову. Это два ордена, 12, 200, домашки и 7 фрагов. Максимально четкий бой.